За последнюю пятилетку на Новашинской судоверфи построили втрое больше судов, чем до этого за 10 лет. Четыре десятка сухогрузов, танкеров, пожарных буксиров и военных катеров. После упадка начала 2000-х помочь предприятию выкарабкаться помогла только федеральная программа поддержки моногородов. Под нее Валерию Шанцеву удалось добиться средств государственных заказов для судоверфи. Конечно, принятое своевременное решение государственное о внедрении субсидирования ставки по судам, которые строились на отечественных верфях, очень сильно поддержало отрасль. Два года назад предприятие было в достаточной степени модернизировано. Это современное хорошее предприятие, которое выпускает современную качественную продукцию, причем любую по требованиям заказчиков. Работы есть и работать будем. Заткла стабильный, аванс и подсчет. Задержек нет. О перспективах развития нижегородских моногородов, а их сегодня насчитывается 12, за Волжье, Балахна, Кулебаки, Княгинина, Павлова, Володарск, Первомайск, Ворсма, Выкса, Навашина, Мухтоловы и Решитих, говорят на бизнес-саммите. По словам министра экономики региона Игоря Наренкова, безработица сейчас по всем областным монотерриториям ниже среднего для России уровня. Это порядка там, наверное, по всем моногородам порядка тысячи человек. На 17-18 год для Нижегородской области в качестве целевого значения установлено 4,5 тысячи рабочих мест. Я могу сказать, что на сегодняшний момент в 17-м году мы показатели перевыполнены значительно. В 17-м году создано порядка 4200 рабочих мест. Федеральные эксперты рассчитывают, что уже в следующем году нижегородские моногорода начнут избавляться от своего статуса. У нас задача, чтобы 18 городов вышли из этого списка и стали городами с устойчивой экономикой. Я очень хочу надеяться, что среди нижегородских моногородов хотя бы один город выйдет из этого списка. А такие предпосылки есть. У региона как минимум два таких кандидата – Балахна и Первомайск. Валерий Шанцев заявляет о готовности бороться за дополнительные федеральные средства для моногородов. Сейчас самое главное – развернуть, на мой взгляд, эту тему к населению, как мы сделали по программе инициативных наших проектов. Чтобы люди сами решали, а что им надо там в моногороде делать, а мы потом бы изыскивали средства совместно с федерацией и с муниципалитетами, чтобы эти задачи решать. Уже удалось добиться многого. До 1 ноября этого года во всех моногородах отремонтируют центральные улицы. А в Первомайске, Балахне, Выксе и Княгинино запланировано обустройство мест отдыха.